Мы сегодня уже достали елку. Вот она у меня здесь в коробочке. Но дети очень хотят в этом году рано нарядить елочку, поэтому сейчас мы ее будем наряжать. Хорошо, что она у нас стоит недалеко. В общем, сейчас я ее разберу и покажу, кстати, какие у нас есть игрушечки. Вот такой вот у меня здесь пакет с игрушками, гирляндами. Здесь, по-моему, даже снеговик Дед Мороз есть. В этом году я уже показывала вам, что мы купили вот такую вот игрушечку. Купили всего лишь две новых игрушки, потому что, ну, как видите, и так у нас их полно. И вот такую вот игрушечку. Кстати, вот эту игрушечку надо будет сейчас с лаком немножечко впрыснуть, чтобы с нее ничего не осыпалось. На кухню себе поставлю вот такую вот малышку. Я ее немножечко преображу. Вот, в общем, вот такая у меня будет елочка маленькая стоять. И сейчас давайте покажу игрушечки. У меня здесь вот такой вот пакет с разными игрушечками. Здесь в основном шарики. Вот такой вот у меня есть олень с бубенчиками. Это я в прошлом году, по-моему, в Фикс Прайсе покупала. У меня дочь увидела его и очень захотелось. В принципе, он такой миленький, симпатичненький. И вот он у нас на елочке висел. Так прикольно звенит. Вот такие вот у нас есть красные шарики. Вот такие вот блестящие розовые. Кстати, все с блестками я спрыскиваю обязательно лаком для волос. Вот такой вот матовый красный. Очень они мне нравятся. Вот такие вот серебристые игрушечки. У нас все игрушки пластиковые, потому что дети дома есть. И, в общем-то, чтобы они не разбились, у нас пока пластиковые игрушки. Вот такие вот тоже красненькие шарики. Такие подвесочки, колокольчик, олененок. Очень мне нравится вот этот вот олененочек. Красные шарики с глиттером. Ну и, в общем-то, здесь все повторяется. А, и вот такие вот у нас есть бусы с колокольчиками. Какие золотые бусики. Вот тут вот у меня Дед Мороз и Снеговичок. Вот Дед Мороз, Снеговичок. Это детям очень нравится. Эти надувные игрушки, скажем так. И вот они любят их. И вот такая вот гирлянда еще есть. Это на батарейках из фикс-прайса со снежинками. Вот такой теплый желтый свет. Так, Дед Мороз, конечно, сейчас не очень видно. Я вам потом покажу. Вот такой вот коробочке. У меня большая гирлянда. Это на елку. И мы вместе с детьми выбирали. Они выбрали мультикало. То есть оно светит не белыми огонечками, а разноцветные. Здесь 8 режимов. Еще у меня есть вот такая маленькая гирлянда. 3,5 метра тоже мультикало. В прошлом году так же, по-моему, в фикс-прайсе покупали. Тоже это дети уже схватили. Ну вот, в общем-то, мы ей придумываем место. Куда-нибудь обязательно повесим. И еще на кухне вместе с моей маленькой елочкой у меня живет вот такой вот Дедушка Мороз. Тоже на батареечках. Вот так вот он светится. Тут в пакете у меня, в общем-то, еще куча всякой мишуры. Вот такая вот золотая с елочками. И со снежинками. И вот это тоже, по-моему, с елочками, да. В общем, вот она здесь разноцветная такая. И вот такая вот красная с золотым. Ну все, сейчас я буду приступать к украшению своей елочки. Обязательно потом вам покажу. Редактор субтитров А.Семкин Ну и первым делом необходимо собрать саму елочку. Хорошо, что она у меня из двух частей, поэтому собирать мне долго ее не приходится. А сейчас я приступаю к самому нелюбимому этапу во всем этом действии. Это расправить веточки елки. Не люблю это занятие, потому что мне всегда кажется, что у меня получается все неровно, скриво. Где-то елочка гуще, где-то нет. В общем, что поделать. Но расправлять надо. И, кстати, на видео кажется, что елочка не очень объемная. Но на самом деле вживую она достаточно объемная. У нее много веточек. И поэтому приходится попотеть. После того, как я расправила елку, я сразу же вешаю на нее гирлянду. Потом, когда будут на ней висеть игрушки, это будет уже неудобно. И вот так проще повесить гирлянду и посмотреть, как же смотрятся огоньки. И если необходимо, то сразу же все подправить. Когда я всю гирлянду распределяю, я выключаю свет и смотрю, как же это выглядит. По-моему, получилось симпатично. Детям тоже очень понравилось. Ну, а теперь самое приятное. Развешиваем игрушки. Елку я доверяю всегда украшать детям на их вкус. И меня не коробит то, что где-то сочетание игрушек не такое или что-то. Этот праздник для них. И поэтому они главные декораторы. В этом году вот такая вот у нас получилась елочка. Дети уже развесили все игрушки. И получилось довольно-таки симпатично. И занятие это нам доставило большое-большое удовольствие. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ставите ли вы елку дома. Когда вы это делаете, когда вы украшаете, декорируете свой дом. Мне будет очень интересно. Вот так вот. Мило выглядит наша снежинка на новогодние елки. И все игрушки у нас довольно-таки разнообразны. Именно потому, что их выбирают дети. И елка от этого, мне кажется, становится какой-то сказочной. Вот таким вот образом выглядит гирлянда со снежинками. Этот теплый свет очень нравится. И при выключенном цвете это выглядит очень красиво. Кухня тоже преобразилась. Дед Мороз, маленькая елочка и вот такой вот чудесный подсвечник заняли свои места. Этот подсвечник мне очень полюбился. И я его купила в прошлом году в фикс прайс из-за его вот такого вот принта. И когда горит в нем свеча, то это выглядит просто потрясающе. Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, поставьте мне, пожалуйста, лайк. До новых встреч. Пока!